Масштабную задачу ставит Федеральное дорожное агентство Росавтодор. До 2018 года провести все дороги в нормативное состояние и до 2020 года поднять объемы строительства, реконструкции дорог вдвое. Разумеется, осуществить задуманное возможно при условии бесперебойного финансирования. Сегодня об этом говорили на встрече с представителем Росавтодора Сергеем Чуриловым. В составе специальной комиссии он ознакомился с ходом дорожных работ на территории Чувашии, заказчиком по которым проходит управление в федеральных дорогах Волга. Один из объектов, на которые заглянула специальная комиссия, в Маргаушском районе Чувашии. Приезжие и местные строители реконструируют здесь почти 10,5 километров трассы. Это не просто капремонт. Участок магистрали меняет свои параметры. После реконструкции трасса расширится до четырех полос. Будет с надземными пешеходными переходами и подземным для перегона скота, освещением в пределах населенных пунктов. Две полосы движения по 7,5 метров. Каждая ширина земеполотна 25 метров. По дороге предусматривается три грушевидные развязки и одна транспортная развязка с путепроводом. Один вопрос. Когда будем водить? 15-й год у нас вся дорога водится. Значит, мы все-таки хотим везти все другое. Сергей Чурилов не прочь поторопить подрядчика создачи объекта, но исполнитель придерживается разумного консерватизма. Напоминает, что участок и так, скорее всего, ведут с опережением на год. Это несмотря на сложности, с которым нередко сталкиваются дорожники в своей работе. На участке множество труб нужно переносить коммуникации, согласовывать с заинтересованными сторонами. Другие вопросы. Однако трудности не помеха для повышенных обязательств. В высокой комиссии дорожники докладывают. Для этого есть все необходимое. Техника, специалисты, мобильная асфальтобетонная установка. Представитель Росавтодора, сам строитель, делает сразу несколько остановок, чтобы сделать выводы. Впечатление о том, как работают подрядчики, в общем-то, будем говорить, положительное. Оперативно идут работы на участке реконструкции капитального ремонта в Цивильском районе. Там также, как и на предыдущем, применяются инновационные технологии. И также дорожники собираются сдать объект раньше на год. До начала строительства участок был узок в две полосы. Машинам приходилось тесно. Оттого нередко случались пробки и аварии. Весь объект очень сложный, потому что два таких больших оврага. И мы даже вот в этом месте, где у нас были большие, в кофе наступе, у нас существующая была железобетонная труба. Мы ее просто втаскивали в трубу, чтобы не разбирать. Вот у нас уже видно, как ее туда мы воткнули, существующую бетону закачали. А здесь уже потом отсыпалось у нас новое земполотно. Отрезок этот станет комфортнее и безопаснее. Единственная дорога безопасности все же нужна на всем протяжении. Пока где-то участок шире, а где-то уже. В итоге возникает эффект бутылочного горлышка, в который попадают автомобилисты. Не хотелось бы, чтобы появлялись на дороге бутылочные горлышки. Но такова технология. Не закончив один участок, мы не приступаем к следующему. Почему? Потому что финансирование есть, оно увеличилось. Но для того, чтобы выполнить весь объем работ, который необходим, для того, чтобы привести дорогу к параметрам первой технической категории, нужно денег немножко больше, чем мы располагаем на сегодняшний день. Реконструкция придет позже, но обязательно придет, говорят в Росавтодоре. К 2018 году предстоит привести все дороги в нормативное состояние. Если говорить о федеральных трассах, что ведение у Пордор-Волга, то отвечают требованиям немного больше половины. То, что сегодня делается, в большей степени, наверное, многие автолюбители уже на себе почувствовали. Почувствовали не только проблемы по тем участкам, по которым они проезжали. Я просто хочу ко всем обратиться сегодня с некими извинениями за те неудобства, которые мы, к сожалению, вынужденно оказали нашим участникам дорожного движения. Но я думаю, что та дорога, которую мы сдадим в сентябре месяце, она окупит, в Сторице окупит, скажем, тот негативный фактор при реконструкции данного участка дороги. Юбилейный год. 70 лет со дня образования управление федеральных дорог Волга собирается реконструировать 18 километров магистрали. Это только реконструкция, есть еще и капитальный ремонт. Вместе с тем, итогом сегодняшней поездки стало желание сделать пешеходные переходы на опасных участках. Сделать дополнительно к ранее запланированным.